Разработка технологии создания высокодозных, как детекторов ионизирующих излучений на основе фундаментальных исследований люминесцентных и дозиметрических. Я не понимаю, о чем я сейчас читаю на самом деле. Вы мне можете как-то это объяснить? Нет, ну это специальное большое название для того, чтобы получить хорошую экспертную оценку. Очень замечательно. А мы можем где-то в лаборатории посмотреть, что это такое вообще? Ну, давайте пройдем, я вам расскажу, что все-таки это значит. По катакомбам можно пойти через подвал, если хотите. Чем сложнее путь к науке, тем легче потом проводить исследования. Но мы там что-то сейчас пощупаем? Вы меня пугаете, конечно. Ну давайте пощупаем. Я, в принципе, не против. Я так понимаю, что в ролик войдет именно вот эти пять минут, пока мы передвигаемся к лаборатории. Это, в принципе, основные научные исследования. Вы очень быстро ходите. Я извиняюсь. А, это наука. Понимаете, если не ходить, то точно никуда не успеешь. Несокотемпературная синтеза материалов. Так вот она просто называется. Что здесь можно потрогать и что относится к той сложной формулировке? Дайте подформулировку посмотрим. Я, честно, не помню. Какая здесь идея? То есть разработать материалы, которые обладают люминесцентными и дозиметрическими свойствами. Прежде чем их разработать, нужно провести фундаментальные исследования. А прикладное применение вот этих вот разработанных материалов, которые имеют вот эти свойства, это именно высокодозный детектор организирующих случаях. Для того, чтобы их создать, нужна технология. Куда вам? На стол лучше их поставить или так подержать? Подержать. Осторожно, здесь смертельная доза для человека. Держите аккуратно. Если я ее буду есть, она смертельная или если я ее просто открою? Вообще она смертельная. Делаются вот эти вот материалы, которые обладают люминесцентными свойствами, очень просто. Есть наноструктурный порошок. Здесь он уже закончился. Сейчас мы ее найдем. Есть наноструктурный порошок. Массу и пористость мы определяем с помощью расчетов. Взвешиваем определенное количество порошка. С помощью пресса можно эту таблеточку спрессовать. То есть ударим давление, потом вот отсюда вынимаем образец. Таблетка диаметром полсантиметра и толщиной один миллиметр. После этого нужно ее отжечь. Мы никому не скажем, что мы открывали. Ну вот, научная деятельность состоит именно в этом. У меня на потолке дома над диваном люминесцентные звезды. Вот этот порошок, он тоже имеет отношение к светящимся? Нет, там у нас фосфор. Фосфор – это тип материала, который светит. А как это связано с дизиметрией? Следующим образом, что на основе внутренних дефектов, которые светят, можно зафиксировать дозу излучения. Так, давайте откроем. Давайте. Ну что, я скажу, что мне повезло. У меня появились дополнительные руки. Так. И можно спокойно заниматься теоретическим исследованием, пока проводят практические эксперименты новые участники. Вот эти, да, ажточки? Вот. Вот так, вот эти образцы. Вот в дочку. В тигель белье помещается компакт, который мы только что спрессовали. Устанавливается в печку. Вот они вот там вот все стоят. Проводится высокотемпературный лоджик. И после этого мы получаем уже готовые керамические образцы. За все вот это вы получили губернаторскую премию, да, в конце 2016 года? Я думаю, что премию губернатора я получил за ту научную работу, которую наша группа выполняет с 2007 года. под руководством Селсимовича Кортова, который основоположник этих и идей, и экспериментов. А мы как команда исполнителей ведем активную работу по проведению экспериментов, публикации статей. И я очень рад, что после, наверное, четвертой или пятой подачи заявки на премию губернатора я эту премию все-таки получил. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Увы, осторожнее, да, тут еще конструкция не собрана. Поэтому нам срочно нужно сменить локацию. Смирнов для практики. Вот чем я занимаюсь помимо науки. А чем занимаетесь в свободное время? Как только у меня есть свободная минутка, я пытаюсь посвятить ее детям, жене, ну, иногда спорту. А какой вид спорта? Это может быть большой теннис, это может быть сноуборд, плавание, легкая атлетика, маленький теннис, футбол, баскетбол, любой. А как семья поддерживает вашу научную деятельность? Знаете, у меня жена, точно так же, как и вы, читая формулировки, не понимает, чем я занимаюсь на работе. Поэтому, может быть, она и поддерживает, но не понимая, что она поддерживает. Хватает ли на жизнь молодым ученым и хватало ли тогда, когда вы были еще студентом? Было тяжелее, честно скажу. То есть практически систем поддержки молодых ученых не было. Мы работали за оклад, который сейчас 5000 рублей. Я думаю, что за оклады никто не работает. А ученые в основном живут за счет стипендий, грантов, проектов. И они в настоящее время есть. Вообще интересно, как молодым ученым, либо студентам зайти в науку. Честно вам скажу, мне повезло. Когда я стал заниматься наукой, я попал в очень сильную научную группу. Это была ведущая научная школа под руководством Села Семеновича Кортова. Та работа, которую я веду на протяжении 12 лет, это все в рамках вот этой вот научной группы. И если человек так попадает в науку, то это шикарно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Семеновича Корректор А.Егорова